Многие спрашивают, сколько нужно времени, чтобы стать специалистом в области невербальных коммуникаций. Сколько мне надо тренироваться, чтобы научиться читать людей по их жестам, мимики, эмоциям? Ну, конечно же, конкретного временного регламента нет. Все зависит как от количества, так и от качества ваших тренировок, практики, опыта. Поэтому сегодня в выпуске мы разберем основные правила при тренировке навыка чтения людей и разберем несколько способов развития наблюдательности, ведь от нее зависит количество деталей, которые вы уловите в ходе общения. К тому же научитесь делать выводы о человеке, не только основываясь на его жесты, позы, эмоции и на другие внешние факторы. Уделяйте хотя бы 15 минут день изучению языка телодвижений. Наблюдайте за другими людьми, анализируйте собственные жесты. Наблюдать можно в любом месте, где люди встречаются и общаются между собой. Идеальным местом для наблюдений может служить метро, вокзал, везде, где можно увидеть практически все человеческие жесты. В этих местах люди открыто выражают разные эмоции, такие как удивление, печаль, радость и гнев. Наблюдайте за людьми на деловых совещаниях и вечеринках. Когда вы общаетесь с другими людьми, старайтесь определять их базовую линию поведения. Базовая линия поведения – это телодвижения, позы, мимика, свойственные человеку в состоянии комфорта или обыденной жизни. Мы не сможем увидеть отклонения, если не знаем, как это выглядело в нормальном состоянии. Попробуйте спросить у человека то, что по вашему мнению он точно ответит правду. Несколько раз задайте подобных вопросов и попытайтесь определить базовую линию поведения. Например, сколько тебе было лет, когда закончил учебу? Или у тебя есть в гардеробе черные шорты? Умение различать признаки комфорта и дискомфорта поможет вам сфокусироваться на элементах поведения, способных сыграть самую важную роль в расшифровке невербальных сообщений. Условно, состояние человека можно поделить на комфорт, счастье, расслабленность и дискомфорт, неблагополучие, стресс, беспокойство. Умение различать эти две категории даст вам возможность понять истинные чувства человека, после чего вы сможете сделать выводы, чем именно вызвано данное состояние человека. Учитесь распознавать и расшифровывать индивидуальные сигналы невербального поведения. Речь идет о индивидуальных невербальных сигналах поведения, присущих каждому человеку. Для определения таких сигналов надо достаточно хорошо знать человека. Например, если ваш друг перед собеседованием или экзаменом прикусывают губу или поглаживают кисть руки, то это признак волнения, который говорит о неуверенности в себе. В дальнейшем в стрессовых ситуациях эти признаки могут проявиться снова. Метод Робера Уэдена. Проходя на улице или в каком-либо другом помещении, киньте взгляд на незнакомого вам человека, буквально на несколько секунд, не больше пяти, идите дальше. Пока идете, пытайтесь воссоздать в уме все детали, какие удалось заметить. Его цвет и вид одежды, обувь, прическа, его настроение и эмоции, походка, скорость ходьбы и другие детали. На основе этой информации попытайтесь предположить, какая у него деятельность, куда он может направляться, о чем он сейчас думает. Учиться языку телодвижения можно и с помощью фильмов. Выключите звук и попробуйте догадаться о происходящем, просто наблюдая за картинкой. Потом просмотрите тоже фрагмент, но с включенным звуком. Каждые несколько минут включайте звук, чтобы проверить свои предположения. Думаю, что очень скоро вы научитесь смотреть целые передачи без звука и прекрасно понимать содержание. Попробуйте сидя дома понаблюдать за людьми из своего окна или балкона. Вид оттуда у вас будет как на ладони, и у вас есть возможность смотреть уже не за одним человеком. Попробуйте проанализировать поведение людей на улице, их эмоции и мотивы. Иногда оттуда можно увидеть много всяких ситуаций, которые бы вы ни за что не видели, находясь в этом внизу. Когда вы научитесь распознавать сигнал языка телодвижения, вы сможете распознавать манипуляции и доминирование со стороны других людей. А также, используя эти знания и навыки, сможете расположить к себе людей на эмоциональном уровне. И еще одно очень важное правило. Когда вы наблюдаете за людьми, делайте это незаметно. Если вы будете придерживаться этих правил и развивать свою наблюдательность, то в кратчайшие сроки научитесь читать людей. А если вам понравилось видео, то добавляйте его к себе и делитесь со своими друзьями. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин